здравствуйте дорогие друзья ну что у нас сегодня второй день полива орхидеек вчера я верхние две полочки протерла им листики полила их протерла полочки стеллажа расставила орхидеек на место а сегодня у меня задача полить две нижние полочки протереть им листики протереть полочки стеллажа так что приступаем одну покажу вам своих красоточек как-нибудь в отдельном видео сниму вам все свои цветущие орхидеи на данный момент так 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 кстати орхидея baby face или сильвия я так поняла что мою зовут сильвия смотрела видео где показывают отличие поливаем красоточку сегодня я опять ведущие поливаю просто обычной водичкой тепленькой без добавления всяких удобрений которые нет цветут я поливаю с удобрением горшочки из фикс прайс который вот с такими ножками я стараюсь побольше водички налить вот видите чтобы низ орхидейки хотя бы немножко низ горшочка внутреннего хотя бы немножко касался водички то есть за отопление очень быстро орхидейки пересыхают а так хоть какая-то влага будет так что у нас тут все поправили убираем орхидейку и берем следующую следующая орхидейка это у нас беглит вот этот название я его к сожалению не знаю на горшочке не было надписи очень красивый такой веселенький и нежненький как будет красиво когда он будет каскадом цвести но это его первое домашнее цветение спасибо и на этом что не заставил долго ждать как некоторые могут по два года сидеть погоду и не цвести на этот умничка так сейчас я ему протру листочки так 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 Сухие кончики можно отрезать. По краю горшочка аккуратненько проливаю орхидею. Стараюсь намочить верхний слой мха, потому что моха вытягивает новые корешочки из орхидеи. Орхидейка охотней растит корешочки с омхом. Если плохая вода, то все вредные вещества задерживаются во мхе. Так, полили, берем следующую орхидейку. Следующая орхидейка это у нас пилор силки. Я недавно купила за 500 рублей. Так интересно и правда это будет в пилор. Мне кажется продавцу не было смысла врать. Она распродавала все свои орхидейки. Все какие у нее есть, я так понимаю, потому что она очень много продавала. Так, давайте про другие листочки орхидейки. У меня растет листик. Корешочек продлила. Я вам покажу корешочек растущий. Адаптировалась очень быстро, потому что она домашняя. Сейчас полью и покажу вам корешочки. Они будут зелененькие, а то сейчас она с серенькими корешочками. Сначала мочу весь мох сверху, а потом уже по краю горшка проливаю побольше. В центр не надо лить, потому что там торфяной стаканчик, который как губка впитывает всю влагу. И потом шея орхидея может загнуть. Так что надо быть аккуратным с поливом. Сейчас я покажу вам корешочек. Вот видите какой зелененький. И вот название видно, сирки. было немного корней. Но все какие есть, они тронулись в рост. Что не может не радовать. Протерли. И ставим орхидейку стальным, политым и протертым. И берем следующую орхидейку. Я не знаю какого она цвета. Эту орхидейку я покупала без цветов. Не цветущую. Пусыночки. И всегда очень интересно, каким же цветом она процветет. Протрем листочки. И сюда. Насколько медленно. Вот это окиночки. Око. Подтягивать. Пусть я подешли. вот видите корешочки уже серенькие пора поливать сейчас немножко пролью обычной водой немножко увлажню корни потом пролью с удобрением сухой корешочек добавила немножко удобрения видите сразу вода какого цвета агриколы для орхидеи немножко тоже прольем на дне немножко водички я ее оставляю пускай орхидеи копьет больно не особо горшок касается немножко в воздухе так осилки сейчас прольем с удобрением все уберем следующую орхидеи паса стеллажа вот это у нас будет парфюмерная фабрика сэнша пятнистенькие какие листочки красивые так тоже не нужно протереть листочки недавно я слышала что чтобы парфюмерные фабрики цвели их лучше пересадить так они лучше еще лучше адаптируются и цветут так что весной я ее пересаживаю с корешочками тихо 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 у нас все хорошо с другой стороны вам покажу так сейчас я немножко обычной водой пролью без удобрения так и теперь с удобрением немножко водички остается орхидейка попьет так и так как внутри горшочка ножки я еще немножко пролить чтобы низ внутреннего горшочка касался воды чуть-чуть уже лучше следующая орхидейка у нас хазард она у меня стоит на наращивание корни бутылки я разрезала двухлитровую бутылку от газировки на дно насыпала керамзит далее мелкая кора и сверху мох так сейчас я сфокусирую сверху мох видите она растит корешочки вот и сверху растущий корешочек так ее поливать не нужно и крышочки зеленые соответственно это не хочет так сейчас я и протру листочки там у меня после покупки страсанула и сбросила корни и вот мы их наращиваем слава богу успешно так протерли ставим к остальным орхидейкам так вот еще у нас здесь всякие стоят при анимашке можно сказать это я не пересаживала как купила ее в керамзите так она у меня и стоит кстати она умничка растит листочек так поливать ее лично вываливаются камушки поливать ее особо не надо сейчас я слегка пролью в верхнюю крышочку которые сухие намокли я этим всем орхидейкам промазывала шейку препаратом ребафа экстра уже третий раз так протираем листики протерли и ставим орхидейку к остальным так а следующий орхидейка у нас это орхидея вероника с мутацией по цвету ей тоже протру листики и ее я не поливаю а каждый день опрыскиваю так сейчас и потом протираю точку роста я со всех сторон и с обратной стороны листики опрыскиваю и верхний слой грунта тоже опрыскиваю но он грунт всегда влажный чтоб греточки лучше захотели расти так просто сразу ей протрем я всегда под рукой салфеточки потому что я каждый день этим занимаюсь опрыскиваю все орхидейки не только эту но эту в обязательном порядке недавно пересадила наверное вы смотрели видео и у нее было два воздушных корешочка которые я приучила к воде они у меня стояли в стаканчике вот видите два корешочка они вот здесь вот проглядываются ну вроде с ними все хорошо я так боялась что они испортятся все таки рискнула посадить их в грунт чтобы они не в воде всегда стояли а во влажном грунте были возможно они тронутся в рост эти два корешочка покажу вам если такое произойдет будем надеяться и вот это орхидейки я тоже вчера шейку мазала препаратом гриба фаевский так ставим ее обратно в горшочек еще немножко ей так там где корешочки вот именно с этой стороны и вот сюда побольше попрыски чтобы до них тоже лобочка дошла тепленькая тепленькая а еще я когда опрыскиваю орхидейки я обязательно цветоносы им тоже опрыскиваю чтобы вот эти почки возможно пробудились и возможно там детка какая-нибудь вырастет попшикали и отставляем орхидейку в сторонку берем следующую это две мои орхидейки мальвина ужас правая совсем плоха а у левой есть корешочки она тоже что-то браканула и сбросила два листа такие уж они привереды а у вас есть орхидейки мальвина ну и как они у вас такие же привереды или мне так не повезло у меня левая с мутацией по цвету а правая стандартного цветения сейчас я тоже им протру листочки я тоже их каждый день опрыскиваю так тоже get вот так вот так они тоже для того чтобы это тоже грудь но Попшипаю, чтобы мок был влажным. Листики попшипаю. Тоже со всех сторон. Давайте покажу вам ее корешочки. Вот видите, зелененький. Кстати, он в росте. Это очень здорово. И вот еще два корешочка. Видно вам? Я их недавно пересаживала, а то они вообще не росли. Я решила все-таки им поменять условия с надеждой на их хороший рост. Молодец. Сейчас я немножко пролью там, где корешочки. Обычной водичкой не буду с удобрением. Попшипаю лучше. Молодец какая. Я шейку не мазала, не максимом. Просто убрала эти два плохих лифта. В последнее время прям уши желтят листья. Пугают меня. Слава богу, еще никто не помер. Так, это убираем в сторонку. Берем следующую мальвину. Вот другие тоже листики. Немножко. Открытие все поры. Листики опрыскивали. Тоже ей мок пропрыскивать из пульверизатора, чтобы он был влажный. Грунт, который там есть. Вот такие. Кстати, я на наращивание корней поставила. Такие посадки должны быть всегда внутри должна быть плава, чтобы корешочки тронулися в рост. Это мальвина со стандартным цветением. И вот у нее там даже корешочек есть. Сейчас вам покажу. Вот видите? Зелененький. Так. И тоже цветонос. Я не срезала. Вот так вот опрыскиваю все почечки. Вдруг деточка пробудется какая-нибудь. Цветение нам, конечно, сейчас не нужно. Таким малышатам заново почти родившимся. Так. Пробрызгали мох. И немножко на дно водички все-таки налью. Чтобы в уровне керамзита была водичка. Здесь такая же посадка. Сейчас покажу. Здесь у меня такая же посадка для наращивания корней. Снизу керамзит. Далее кокосовое волокно. Далее мелкая кора и мох сверху. Я закрепила, чтобы она не болталась в горшочке. А то у нее корней почти нет. И вот за цветонос на палочку. И она стоит крепенько. Орхидея без корней должна стоять устойчиво. И не болтаться в горшочке. И все. Ставим ее в сторонку. Ко всем орхидеям. Видите, уже прибавляется. Так. И берем последнюю орхидею. Тоже ей нужно протереть листочки. Эту орхидею я купила у одной женщины. Совершенно без корней. По авито. И она начала свой рост заново. Скинула нижние листики. И нарастила вот четыре новых листочка. Можно сказать, заново родилась. Я ведь ее тоже пролью. Так, прольем. Я ей протерла листики. У меня растет в закрытой посадке. Сначала стояла на наращивании корней. Тоже я с удобрением пролью. Здесь на дне кокосовое волокно. Далее мелкая кора. И сверху мох. Видите, корешочки. Вот корешочек. И на дне еще есть корешочки. Молодец. Тоже ее опрыскиваю каждый день. Так, а теперь нужно протереть стеллаж. Сейчас я с этой полочки все убрала. Со следующей полочки все уберу. Надо прикрепить лампы на две нижние полки. Видео уже на полчаса. На 30 минут. Так, вот. Мои чистенькие девочки, которые поливаются. Ну а следующую полочку давайте я вам уже покажу в следующем видео. А то получилось какое-то слишком длинное видео. На меня не похоже. В следующем видео будем вот эту полочку разбирать, протирать и крепить лампы. Ну все, друзья. До скорой встречи. Желаю вам всего самого доброго. Мира, добра, здоровья. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. До новых видео.